Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете штрафов за среднюю скорость. Такие превышения определяют комплексы из двух камер, которые фиксируют государственный номер машины, точное время и координаты начала и конца участка дороги. Средняя скорость вычисляется простым делением расстояния на время. Госдума же намерена дополнить кодекс об административных правонарушениях примечаниями, согласно которым привлекать к ответственности можно, если скорость зафиксирована в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время, а расчет средней скорости не должен считаться доказательством правонарушений. 73-летний Йен Гордон Мюррей, создатель Макларена F1 и формульных болидов Брэбом и Макларен, основал свою собственную фирму два года назад. Среднемоторный гиперкар Т-50 похож на легендарный F1 тремя посадочными местами и водительским сидением по центру. Атмосферный двигатель разработан компанией Косворт и удивляет ограничителям максимальных оборотов – 12100. 16-ступенчатая механическая коробка дополнена 48-вольтовой электронадстройкой. Пиковая отдача – 700 лошадиных сил. Но главное – Т-50 использует граунд-эффект, а дополнительную прижимную силу создат вентилятор в корме. Т-50 – это новая звезда в аэродинамике. F1, который я делал в 90-е, был первой машиной с граунд-эффектом. Но Т-50 будет самым аэродинамически продвинутым дорожным автомобилем. Он заимствует технологии у вентиляторного Брэбома и немного у F1, на котором мы изучали пограничный слой трения. Первые машины передадут клиентам в 2022 году. Около сотни клиентов уже нашлись, несмотря на стартовую цену около 2 миллионов фунтов. Субтитры создавал DimaTorzok